здравствуйте дорогие друзья сегодня предлагаю вам совершить небольшое путешествие в город плавск тульской области а точнее на всесвятское кладбище и посетить там всесвятский храм краткая историческая справка плавск город в тульской области расположены на реке плава административный центр плавского района сейчас это небольшой город во многом сохранивший архитектурный облик 19 столетия ему более 300 лет ранее он назывался село сергиевское плавск внесен в списке исторических и числится национальным историко культурным достоянием целиком весь город четыре поколения князей гагаринах а строили целый город сегодня в плавске сохранилось более 20 зданий того времени и это лишь часть того что построили князья постройки основательные каждое здание с хорошим фундаментом и толстыми кирпичными стенами школа больницы электростанция каменные торговые ряды жилые дома гагарин и кстати ведут свою родословную от рюрика но плавка развивалась не только благодаря гагаринам но и по причинам экономическим через него проходили три оживленные дороги большая правильшая дорога из ниценска на тулу новое московское шоссе и ветки московско-курской железной дороги в плавске обосновалось около 20 купеческих родов были купцы первой гильдии с капиталом в 50 тысяч рублей и разрешением торговать за границей сазоновы черемушкины тимофеевские например купец сазонов продавал зерно за границу в основном во францию к 1917 году село сергиевское ныне город плавск имела электростанцию три школы склад нефтепродуктов две водяные и 9 правых мельниц крахмальный и железоделательные заводы маслобойню завод фруктовых вин три кузницы свой телеграф и почту торговые ряды гостиницу всесхиатское кладбище старое кладбище в плавске основанное в 19 веке кладбищенский комплекс включал в себя пятикупольный всесхиатский храм звонницу здание богодельни дом презревающих и входные ворота кладбище граничит с улицами октябрьской и победы комплекс относится к памятникам культуры регионального значения основание самого кладбища можно отнести скорее всего к 1 3 19 века ибо на известных нам картах и в описаниях конца 18 века мы его не встречаем самое ранее из выявленных захоронений за 1850 год место под всесхиатское кладбище было отведено на выгодной земле к западу от село сергиевское впоследствии вошло в черту города плавск она находилась слободе поповка у старой лиценской дороги ныне эта улица октябрьская в 1970-х годах на кладбище прекращаются захоронения документы о захоронениях не сохранились выявлено 27 надгробий конца 19 начала 20 века в том числе купцов окуневых семи торговца латышева жены купца черемушкина надгробие самого купца было перенесено святосердийскую церковь всесхиатский кладбищенский храм был заложен в 1880 году и освящен в 1892 году когда кладбище уже существовало построен он был на средства князя гагарина и купца сазонова последний пожертвовал на храм 5000 рублей здание выполнено в чертах эклектики с элементами псевдо русского стиля главный четырехгранный объем увенчанный пятью глухими главками окружен галереей по всему периметру галерея представляет собой аркаду с опиранием арок на сдвоенной необычной формы полуколонны точенной из белого камня с восточной стороны галерея перетекает в трехчастную апсиду под всем объемом включая галерею церковь имеет сводчатый подклет в котором были обустроены в том числе и печи обогревающие храм по всем сторонам четверика основного объема устроены окна под русская барокко которые давали свет центральной части храма храм действовал до 1928 года в настоящее время здание в полуразрушенном состоянии звонница то есть колокольня выстроена позже храма в псевдо русском стиле колокольня двухъярусная квадратная в плане увенчанная глухой главкой на высокой ломаной кровли в первом ярусе были устроены главные проезжие ворота в 1930 годы колокольню снесли ворота кладбища находились справа от колокольни были построены одновременно с церковью композиция трехчастная симметричная на боковых резолитах завершение в виде аттиков над центральной частью треугольный фронтон с утранчиной ныне закладной иконой ворота сохранились однако находятся не в лучшем состоянии богадельня разрешение на строительство богадельни или дома презревающих было получено в начале 1890-х годов купцом черемушкиным который выделил капитал сумме 12 тысяч рублей на строительство купец сазонов также завещал на богадельню 25 тысяч рублей здание двухэтажное трехмассное увенчанная треугольным фронтоном резолитом в его интерьере сохранилась металлическая лестница отлитая на заводе теплякова ныне это жилой дом по улице октябрьская 34 конец исторической справки немного отвлекаясь от нашего храма так для справки замечу что буквально в 700 метрах от него от нашего храма на северо-восток в 1774 году был построен новый храм во имя сергия радонежского чудотворца каменный холодный с деревянным куполом и в 1868 году то есть через неполных сто лет приступили к его реконструкции и он был освящен 20 июля 1876 года как нам гласит официальная история через четыре года приступили к строительству всесьяцкого храма дату строительства всесьяцкого храма категорично ставлю не то что под сомнение а имею все основания утверждать что он был построен гораздо раньше а в указанные годы его так называемого строительства производилась просто реконструкция одновременно с храмом сергия радонежского чудотворца как и сотен других храмов по всему миру во второй половине 19 века но давайте обо всем по порядку сейчас покажу факты открывающиеся виду того что сооружение разрушается без должного хода первое изначально здание было построено без учета холодного времени года по официальной версии сооружение подобного рода называются холодный храм то есть службы в них проводились только в теплое время года так как при строительстве не было запланировано отопление это точка зрения официальной истории и русской православной церкви однако мы видим выдолбленные штробы под окнами и в стенках не иначе как для отопления и вот тут возникает нестыковка даже в официальном описание говорится что храм отапливался печами в нижнем ярусе то есть изначально холодный храм переделали в теплый далее вы увидите одну из таких печей когда мы туда спустимся а сейчас еще раз обращаю ваше внимание здание изначально было построено без учета системы отопления эти каналы были грубо выдолблены уже после того как здание было построено справедливости ради должен заметить что технологические каналы в некоторых местах все уже были сделаны при постройке это прекрасно видно по ровной кладке кирпича в этих местах но самих этих каналов было очень мало и они были слишком маленькие им или не хватило мощности зима были слишком суровые либо они вообще изначально предназначались для иных нежели отопление целей и вот эти каналы изначально заложены при строительстве были грубо расширены и заодно выдолблены новые второе здание было построено без крыши в современном ее понимании не было скатной крыши были арочные своды как на верхнем так и на нижнем ярусе и все отверстие для стропил и несущих балок скатной крыши были также грубо выдолблены в уже существующей стене изначально при строительстве скатной крыши не предусматривалось друзья а вы знаете назначение скатной крыши вы думаете это чтобы дождевая вода стекала лучше вовсе нет скатная крыша нужна чтобы не скапливался снег ни больше ни меньше а дождевая вода и по едва заметному наклону плоской крыши спокойно стечет если крыша сделана грамотно современные многоэтажки тому подтверждение третье гидроизоляция белый камень идущий по периметру здания казалось бы выполняет функцию течение влаги из грунта от стен но не тут то было если присмотреться к местам где этот камень выпал то можно увидеть обыкновенный кирпич то есть камень не перекрывает всю стену располагается только по краю играя чисто декоративную функцию и потом как мы видим далее этот камень не совсем камень это отливка из материала похожего на цемент то есть пористая структура и по сути своей в качестве гидроизоляции использоваться не может но об этом чуть позже если кто не знает зачем нужна гидроизоляция так это чтобы не допустить намокание стен от влаги из грунта ведь при замерзании например зимой вода расширяется и рвет изнутри даже камень то есть у здания без гидроизоляции в разы сокращается срок службы и она постоянно требует ремонта и ухода но к вопросу гидроизоляции мы еще вернемся подробнее позже когда будем осматривать нижний этаж так как тут не все так однозначно четвертое следующее что бросается в глаза это обилие металла заложенного в стены причем заложенного при строительстве а не доделанного потом это и дверные петли неестественных размеров установлены даже не в кирпич а в специальные закладные камни и стягки в арках толщиной с мой палец и шириной с ладони поставлены на ребро для увеличения жесткости более того все металлические стягки связаны между собой загибами на концах вокруг кованых вертикальных прутов которые в свою очередь проходят вертикально через все колонны налицо усиленное армирование всего здания причем вся система армирования завязана в единый контур они выполнены частями и нельзя не обратить внимание на качество металла он не сгнил даже не истончился когда я залезал на верхний ярус то я подтягивался на этой стяжке она даже не прогнулась ни на миллиметр вы можете себе представить чтобы современный металл простоя во влажной среде столько времени имел такие же свойства такое усиленное армирование необходимо только если здание находится в сейсмоопасной зоне или при эксплуатации подвергается усиленным вибрационным нагрузкам и вот теперь друзья я спрашиваю вас логично ли это чтобы строители прошлого построившие такое величественное сооружение заложив стены такое мощное армирование потратившие столько сил времени одного кирпича сколько ушло чтобы они допустили такие грубейшие ошибки ведь предусмотреть каналы для отопления закладные под стропила крыши при строительстве стен куда проще чем долбить их после возведения здания насколько это логично сейчас а насколько это было логично тогда объяснение этому только одно в то время не требовалось делать отопление и скатную крышу не было в этом необходимости а потом необходимость появилась стало вдруг холодно зимой и стало много снега если они прав то высказывайтесь в комментариях очень интересно географическое расположение самого кладбища и храма при нем как уже говорил в справке кладбище находится у старой наценской дороги ныне улица октябрьская рядом проходит новое московское шоссе и ветки московско-курской железной дороги а что у нас обычно строят вблизи пересечения дорог да что угодно но не кладбище так как место ходовое доходное а как мы помним плавка населяли 20 купеческих родов и потом само время появления кладбища тоже вызывает вопросы друзья вот представьте что вы военный комендант города и вам поручено избавиться от тел погибших причем так чтобы не осталось следов что вы будете делать оказывается самый лучший способ спрятать положить у всех на виду собрать всех погибших в одну братскую могилу и на этом месте заложить новое кладбище к тому же и здание подходящая под церковь рядом имеется и поди потом докажи что погребенные в братской могиле не умерли своей смертью и не были погребены обычным порядком на обычном кладбище в серии фильмов о раскопках на крестовозвиженской площади города тулы я уже рассказывал про братскую могилу именно этого периода времени и очень похоже что здесь мы имеем точно такую же братскую могилу но очень хорошо спрятанную все шито крыто доказать ничего невозможно а отсутствие документов на захоронение это всегда можно списать на пожары и разгильдяйство чиновников ладно идем дальше давайте разберемся с символикой штукатурка всыпалась поэтому символики не так много сделать это будет не трудно как вы уже заметили на стене здания явно виден крест причем крест этот не выдолблен а сложен при возведении стены и он явно не православный а больше похож на крест тамплиеров надпись на перстне гласит этот знак победит и тут же возникает вопрос а откуда в российской глубинке здание якобы построено в девятнадцатом веке с символикой тамплиеров причем это французский рыцарский орден но распространен он был во многих странах значит не только война 1812 года связывает россию францию если предположить что тамплиеры масоны как-то пересекаются а масоны как мы знаем это вольные каменщики то тогда вроде и логично получается каменщики построили здание оставили свой логотип типа знака качества про темплиеров можно почитать по ссылке в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история а про масонов спрашиваю у вас друзья мои возможно ли такое что масоны знали о предстоящем катаклизме и заведомо заложили такое мощное армирование но видимо все гораздо сложнее смотрим на окно верхней части здания вы видите то что вижу я это морские коньки и астурийский то есть лилейный крест понимаете не христианский а языческий крест возможно для кого-то это будет открытием но существует множество разнообразных крестов в принципе не имеющих ничего общего с христианами христианством более того множество крестов изначально языческих присвоенных христианством с целью подмены понятий и фальсификации прошлого для удлинения собственной истории и использования археологических находок для подтверждения древности христианства и обоснования кому будет интересно про виды языческих христов почитайте по ссылке в описании там прекраснейшая статья на эту тему с полным разбором полетов обычно храмы украшают изображениями тех кому поклоняются в нем если это храм то кому поклонялись здесь морским конькам в глубине континента вдали от моря то есть крышу отопления сделать забыли а вот выигрывать на всех четырех окнах морских коньков не забыли конечно это так строили использование образа морского конька в качестве герориологического символа имеет очень древнюю историю поскольку еще в давние времена они символизировали удачу для людей занимающихся рыболовством кроме того они упоминались и в мифологии в особенности античной морские коньки были практически неотделимы от образа морских богов поэтому изначально являлись своего рода символом могущества и надежности и разумеется непосредственно воды так же морской конек олицетворяет силу подводного флота северных морей будучи олицетворением доблести на море морской конек красуется на геральдических знаках некоторых портовых городов например столица северной ирландии белфаст выбрал от лицевого герба именно морского конька чтобы подчеркнуть успешную морскую торговлю региона в истории известен также факт что английский политический деятель оливер кромбель носил на своей одежде изображение не только традиционного символа англии льва но также и морского конька историки полагают что таким образом кромбель подчеркивал существование своего протектората не только на суше но также и на морских просторах в целом морской конек в геральдике давних времен использовался довольно часто и всегда был связан именно с силой и влиянием на море что характерно языческий крест и морские коньки есть только на окнах купольной части здания то есть в самом верху земли их не видно невооруженным глазом повторяю свой вопрос возможно ли что строители предвидя катаклизм нанесли образы морских коньков на верхней части здания к слову сказать про верхней части здания присмотритесь внимательнее на звонницу вам ничего она не напоминает а так а вот так а знаете что это это тайницкая башня московского кремля конечно вы сейчас скажете единый архитектурный стиль и прочее но вспомните согласно официальной истории кто строил московский кремль итальянцы аж в далеком 15 веке а кто строил этот комплекс русичи в веке 19 это согласно официальной истории конечно это просто совпадение и конечно же чисто случайное и чисто случайно именно звонницу они храм снесли в 30-е годы прошлого века чем же она так помешала интересно а ладно давайте теперь разберемся с более мелкими деталями храма на которые обычно мало кто обращает внимание не заметить сдвоенные полуколонны было просто невозможно поэтому с них и начнем с первого взгляда кажется что эти колонны выпилены из цельных кусков камня и точно подогнаны друг к другу но если присмотреться внимательно то можно увидеть в некоторых местах кладочный раствор не везде и он очень тонким слоем но есть возможно это остатки штукатурки что еще раз говорит о том что камни подогнаны друг к другу все же не идеально сами камни как мы знаем надеты на металлические штыри которые вверху увязаны с армирующей металлической лентой опоясывающей все здание такие штыри находятся внутри каждой колонны при этом белый камень из которого сложена колонна не является изначально природным несмотря на наличие ракушек в них камень слоится и крошится в пыль как обычный бетон особенно в местах где на него попадает больше влаги внутри камень абсолютно однородный как по цвету так и по составу сразу понятно что это отливка видимо использовался природный материал песок с ракушками добавлялось вяжущие и стандарт на палубку заливалось что-то типа бетона затем готовую отливку шлифовали это видно по сколам на ракушках такой метод позволяет довольно быстро и недорого сделать большое количество одинаковых сложных фигур какими в данном случае являются камни для колонн вот угловые полуколонны сделаны из кирпича совсем другое дело либо это специально обрезались кирпичи при их изготовлении либо их опиливали на месте но отчетливо видно что форма у колонн гладкая и по форме и размерам такая же как у колонн из камня мастерство строителей действительно поражает другой момент железные петли на дверях и железная ответная часть на месте замкового камня в арочном проеме если ответную часть еще можно как-то объяснить необходимостью запирания храма на ночь то каким образом объяснить ее размеры а также размеры петель это что же за двери тут висели не иначе как бронированные обратите внимание что эти петли установлены не в кирпич для их надежного закрепления изначально при постройке здания заложили белый камень чтобы гарантированно петли не вывалились значит и петли устанавливались тогда же то есть друзья понимаете сделать закладные для скатной крыши забыли но сделать закладные для массивной двери это сделать не забыли логика логика конечно же это так строили в нижней части двери мы видим работу молотком и зубилом для расширения дверного проема видимо не пролазил престол дверь явно расширяли уже после постройки грубо но аккуратно а после все заштукатурили особо хочу отметить такую же массивную дверь между обходной галереей и трехчастной апсидой то есть зоны алтаря ведь если вдуматься то это дверь внутри храма вот этот элемент строительстве называется четверть он служит для упирания в нее оконной рамы или дверной коробки так вот такой элемент присутствует на всех окнах как внутреннего периметра так и обходной галереи то есть установка окон планировалась еще при строительстве здания и получается что обходная галерея это не была улица в ее прямом понимании это было закрытое помещение и это помещение отделялось от алтаря такой массивной дверью возникает вопрос зачем ни на одном из окон верхней части здания я не увидел закладных для решеток кроме окон алтаря то есть если целью двери являлось недопущение проникновения во внутрь здания то какой смысл планировать такую бронированную дверь и при этом не запланировать решеток на окнах или на окнах стекла были антивандальные и при этом на алтарных окнах закладные под решетки все же есть причем в два ряда но кстати тоже вовсе не факт что эти закладные были все же для решеток но тут возможно что их вбили позже некоторые закладные качаются но выдернуть у меня не получилось кстати про алтарь если это действительно алтарь то почему он не смотрит строго на восток направление ориентации алтаря имеет отклонение примерно 30 градусов или это тоже так строили или ровняли дорогу и сдвинули храм или опять бедные лошади виноваты как бы там ни было остается открытым вопрос о необходимости столь массивной двери внутри здания для отделения одного помещения от другого вопрос о том почему не сделать одну дверь на общем входе оставляю вам друзья пишите комментарии и ваши соображения а мы продолжаем чтобы вам было понятнее с фальсификации какого масштаба мы имеем дело покажу вам две фотографии на этой фотографии запечатлен весь комплекс целиком каким он был в конце 19 начале 20 века слева это богодельня или дом презревающих затем идет звонница кладбичинские ворота и собственно сам храм обратите внимание на трубы справа от храма к ним мы еще вернемся в целом по фотографии вроде все в порядке ничего необычного эта фотография есть в интернете даже попадается в свете ее легко найти самостоятельно можно воспользоваться приведенной в описании под фильмом ссылками на второй фотографии изображен этот же храм но уже с другой стороны эта фотография также распространена в интернете и вот именно на ней и заключено все самое интересное помимо очевидно пририсованных куполов мы видим под лестницей ведущей главному входу дверь а теперь давайте посмотрим как выглядит эта дверь на самом деле если отсутствие двери снаружи можно объяснить облицовкой камнем реконструкции уже после того как была сделана фотография то отсутствие двери изнутри объясняется только тем что так строили то есть в реальности нет никакой двери но она есть на фото значит или это дверь нарисованная так же как купола или это другой храм но подчеркну эта фотография выдается как фотография именно храма всех святых в Плавске Тульской области зачем нужно было вносить такую путаницу в описание храма уже после его постройки реконструкции лично мне непонятно еще немаловажный момент это кирпичная кладка понятно что количество кирпича затраченного на постройку было очень огромным где его производили и как доставляли это уже другой вопрос кстати не менее важный ведь для такой стройки нужно много кирпича и других строительных материалов тоже нужно очень много должна быть организована логистика налажен транспорт хочу отметить что кирпичи крупнее и тяжелее современных причем из всех проверенных кирпичей что валялись вокруг а их валяется немало ни на одном не было клейма но интересно другое согласно официальной истории в 1833 году правительством были определены длина кирпича 26,5 см ширина 13,3 см толщина 6,7 см с обязательным нанесением клейма как мы видим размеры соответствуют стандартам 1,3,19 века но отсутствие клейма путает всю картину требование клеймить кирпичи ввел еще Петр I но в его время кирпичи должны были иметь в длину 28 см ширину 14 см толщину 7 см получается что для храма использовали или не клейменный кирпич видимо бракованный или нам опять пудрят мозги о времени введения стандартов на кирпичи но глядя на качество кирпича его сохранность за столько лет даже под открытым небом он все еще целый крепкий глядя на само величие сооружения понимаешь что бракованный кирпич здесь просто не могли использовать значит официальные письменные источники о времени введения стандартов на кирпичи ставятся под сомнение и в дальнейшем как факт к рассмотрению не принимаются но возвращаясь к кирпичной кладке это не просто стены из кирпича на этих стенах присутствуют сложные элементы узоры а также колонны, арки и встречные своды для каждого из них нужно сделать подрезку кирпича причем для каждого ряда свою но если присмотреться к кладке сложных элементов то мы видим высокую точность подрезки кирпичей одинаковая толщина шва грани кирпичей не колотые а ровные гладкие на одном уровне то есть это не выдалбали молоточком по месту а именно сразу так строили а для этого необходимо делать индивидуальный чертеж раскладки кирпича для каждого ряда чтобы все рисунки сошлись сами понимаете это куча бумажной работы и расчетов сотни переменных которые нужно обязательно учесть и ни в одном не ошибиться очевидно же что инженер проектировавший это здание обладал большим опытом и знаниями по периметру нижнего этажа имеются окна причем окна нормального размера внизу стены видны булыжники причем камни гладкие не колотые а именно гладкие такие обычно бывают на берегу крупных водоемов если устроить нормальные полы то камни фундамента скроются и окна окажутся на привычной для нас высоте как от пола так и от потолка а вот снаружи эти окна до половины засыпаны грунтом да конечно же это культурный слой из-за деятельности лошадей ровняли дороги или просело здание только вот фундамент у этого здания ленточный а не сплошная плита если бы здание просело то изнутри окна были бы примерно на таком же уровне относительно поверхности как и снаружи однако изнутри мы видим камни фундамента то есть здание просело вместе с грунтом который был внутри вы действительно верите в такую возможность возьмите пачку творога или готового теста и стакан положите творог на тарелку а стакан поставьте на него дном вверх теперь надавите на стакан творог внутри стакана сильно просел а почему со зданием должно быть иначе ну в общем друзья вы поняли никакая это не просадка здания дорог тут тоже нет и лошади по кладбищу табунами тоже не ходят каменный фундамент на котором стоит здание уходит глубоко вниз тут важно понять что каменный карниз опоясывающий все здание и находящийся на уровне современного грунта на самом деле гидроизоляции не является это просто декор такой же карниз есть и между верхним и нижним этажом это просто камень который выступает за плоскость стены но внутри стены не перекрывает ее целиком внутри стена кирпичная точно такие же каменные прослойки присутствуют по всей высоте стен но сейчас речь не о стенах а о гидроизоляции друзья предлагаю вам самим для себя решить это здание так построено или все же засыпано ведь если это здание так построено то у него нет в принципе никакой гидроизоляции и вся влага из грунта свободно поднимается по стенам замерзая зимой и разрывая камень если же это здание засыпано то каменный фундамент это и есть гидроизоляция поймите в любом случае инженеры рассчитывавшие и построившие это величественное сооружение не могли ошибиться с расчетом уровня заглубления стен и их весом я уже много раз говорил и повторюсь снова что при просадке фундамента возникают трещины в стенах раскрывающиеся вверх здесь мы этого не видим и нет никакой реставрации значит нет никакой просадки и можете мне таких комментариев даже не писать что это здание просело оно заброшено за ним никто не ухаживает стены фундамент мочит дождь снег они разрушаются и все равно нет трещин от просадки все трещины какие есть это от осыпаний вниз несущего материала фундамент у этого здания очень глубокий и выполнена совесть из камня и невозможно чтобы инженеры рассчитавшие его не учли грунтов на которых оно стоит и всякие просадки и подвижки поэтому этот вопрос будем считать закрытым вопрос о том что так специально построили заглубленным так же отсуждать не имеет смысла все по той же причине те кто проектировал здание дураками не были и они прекрасно знали что без гидроизоляции здание долго не простоит не думаю что такое красивое сооружение строилось как временка остается только одно объяснение засыпанным окнам культурный слой но вот что подразумевать под этим культурным слоем что включать в это понятие вы уже решите сами для себя с учетом того что тут кладбище нет лошадей и дорог внутри нижнего этажа земляной пол возможно раньше было какое-то покрытие сейчас это песок с мелкими камнями с чем-то похожим на шлак под этим слоем находится слой черного грунта но чернозем ли это точно сказать не могу так как для определения химического состава нужно проводить химический анализ но грунт определенно черный возможно это гарь возможно чернозем но каменной забутовки или обратной засыпки нет то есть фундамент реально ленточный только под стенами и колоннами если внимательно рассматривать нижний этаж то мы приходим к выводу что потолки в алтарной части нижнего этажа точно такие же как в алтарной части верхнего этажа ну то есть выполнены абсолютно одинаково толщина стен нижнего этажа достигает полутора метров все арочные своды сделаны красиво и аккуратно глядя на них возникает ощущение что это царские палаты а никакой не подвал вообще весь нижний этаж это один большой зал с арочными колоннами и сводами и никак не похож ни на подвальное ни даже на цокольное помещение это обычный этаж с высокими потолками и искусственно выложенными стенами по официальной версии нижний этаж использовался для размещения печей для отопления всего храма для этого нижний этаж здания имеет глухую комнату не соединенную с остальным пространством здания вход в нее только с улицы был сейчас эта дверь заложена а в стене просто сделан пролом когда заложили дверь не суть важна важно что оформление двери не стандартное для всего здания можно сказать она одна такая во всем сооружении выложена из такого же белого камня как колонны и орнамент в стенах и эта дверь не арочная а прямая в результате эрозии часть камня обвалилась это место заложили кирпичом при закладке двери но то что дверь изначально была прямая это видно к тому же видно что дверь засыпана примерно на метр полтора так вот судя по фотографиям с трубами у храма была печь для отопления а теперь давайте посмотрим что эта печь из себя представляет это та же самая дверь но уже с обратной стороны и мы сейчас находимся в той самой глухой комнате на нижнем этаже отсюда наружу вело еще два окна перекрытых комнатной фигурной железкой вполне возможно что в центре стояла большая печь которую сломали правда непонятно зачем но наличие трубы на старой фотографии говорит что отопление все же было сделано воздуховод под дверью также это подтверждает и вот тут возникает главный вопрос а как дым выводился из печки если по трубе изображенный на фотографии то как он попадал в эту трубу потому что в наружной стене в этой комнате больше нет отверстий если дым попадал по этому лазу что под дверью тогда почему в нем нет копоти к тому же лаз идет слишком низко это скорее поддув в печь чем дымоотвод если это поддув в печь то где дымоход а дымоход мы находим в стене причем справедливости ради должен отметить что небольшие технологические каналы все же были это явно видно по этому моменту но это точно не дымоход нет копоти и гарри это скорее воздуховод или канал для труб проводов звука или всего чего угодно но не дыма и это было так построено в одном технологическом процессе со всем зданием а вот рядом правее уже явно дымоход причем широкий обложенный огнеупорным желтым кирпичом и имеется внутри копоть и нагар но сравните как сделаны эти два элемента слева аккуратно и красиво а справа грубо выдолблено прямо в готовой стене причем выдолблено довольно глубоко в стену и далее вверх это та же самая стена уже с другой стороны на верхнем этаже прямо как раз над этим местом где я сейчас стою также продолбленная полость с гарью и далее на левой стене той что прямо перед дверью мы видим еще один воздуховод нижняя его часть имеет ровные края и правильную форму а сверху видно что продолбливали и нигде нет гарри значит отапливалось или теплым воздухом или по этим каналам были проложены трубы например с водой и пусть вас не смущают каменные блоки которые якобы лежат сверху канала как мы уже видели ранее такие ряды блоков есть в каждой стене через определенное число рядов кирпича то есть это вовсе не обложенный камнем воздуховод это просто выдолбленный до камня кирпич это прекрасно видно по обтесу камню так вот неужели инженер рассчитавший пропускную способность воздуховода ошибся и запланировал маленький воздушный канал для отопления настолько маленький что он не справлялся с обогревом всего здания и канал пришлось расширять уже по готовому если честно то в такое развитие событий верится с трудом люди спроектирующие и построившие такое величественное сооружение заложившие такое усиление в стенах рассчитавших нагрузку на арочные своды и точную раскладку кирпича чтобы сошлись все рисунки на наружных стенах филигранно выполнивших отливку блоков для колонн и вдруг ошиблись в тепловых расчетах друзья да я скорее поверю в то что зимы были теплые чем в то что это здание строили безграмотные студенты слишком точная и монументальная работа как предположение технические каналы были возможно даже воздуховоды вероятно для других целей но вряд ли что для отопления а когда климатические условия изменились то поставили печь и расширили эти каналы и продолбили новые чтобы теплый воздух шел по стенам и грел их и весь храм кстати закопченные выходы этих воздуководов есть в купольной части верхнего этажа тем более непонятно назначение трубы которая видна на старой фотографии и опять возникает вопрос если вся система отопления была в этой маленькой комнате которая с остальным помещением здания не имеет проходов для человека то есть выход только на улицу то для чего использовался весь остальной нижний этаж для хранения церковного вина и свечек слишком много места и весь этаж без отопления почти все технологические каналы выдолблены позже уже в готовой стене и идут вверх а на нижнем этаже под окнами нет штроп то есть при реконструкции сделали как можно быстрее проще чтобы отопление было только на верхнем этаже а нижний стали использовать как подвал а в подвале отопление не нужно я уже говорил что на окнах верхнего этажа нет решеток на окнах несмотря на их размеры и массивные двери а вот на окнах нижнего этажа есть металлические пруты перекрывающие свободный физический доступ через окно и причем эти пруты были заложены при постройке здания что и не удивительно если окно находилось недалеко от поверхности земли следующий момент здание изнутри точно было отштукатурено была ли штукатурка снаружи сказать трудно но изнутри сохранилось достаточно много следов ее присутствия как остатки самой штукатурки так и насечки на камни для лучшего сцепления причем нижний этаж который теперь многие называют подвалом также был оштукатурен если это подвал какой смысл его штукатурить с целью побелки белили известью в основном для недопущения распространения инфекции грибков подвал если это действительно подвал с этой целью можно было побелить прямо поверх кирпича что было бы дешевле быстрее и более эффективно штукатурку наносят только для сокрытия материала стены ее выравнивание и придание дополнительных декоративных функций но кому это нужно в подвале или это все таки не подвал была ли эта штукатурка сделана при постройке здания или при его реконструкции сказать не могу но как факт следы штукатурки видны до сих пор итак друзья давайте сделаем выводы перед нами действительно старинное сооружение построены намного раньше заявленной даты строилась серьез и надолго но для эксплуатации только в теплое время года совершенно без расчета на холодную снежную зиму корректировки на смену времен года были внесены при реконструкции в 1880 году как православный храм оно использовалось в конце 19 начале 20 веков но изначально создавалось явно для иных целей судя по географическому положению на перекрестье трех дорог это могло быть что угодно но только не храм при кладбище как и обещал в анонсе две самых лучшие версии о сути этого здания наиболее точное в соответствии с официальным определением прислал Сергей Рытов его комментарий его комментарий гласит церковь всех святых расположена в Пласке на кладбище с трудом конечно верится в год постройки 1880 год я бы плюсанул сто лет наиболее оригинальное определение прислал Джон Малкович его комментарий похоже на техническое здание типа вокзала или завод Плафт стоит на реке Плава Плава на санскрите лягушка Плавана плавать плод лодка местность называла Уплавие от рек Упа и Плава так что это здание может быть очень древним поражает сам замысел этого творения исполнение тоже на высоте много похожих зданий уже уничтожено с определенной целью остались лишь крохи от былого величия как сегодня называется это здание неважно важно что люди творившие это и подобные сооружения мыслили совершенно другими категориями сознания наше сегодняшнее понимание это даже объяснить не в силах но закончить свой рассказ я хотел бы словами о меценатах кто же были эти люди князья и купцы каковы были их мотивы что вложились в такое нестандартное строение чего еще мы не знаем о наших предках и нашей истории мы знаем только то что ничего не знаем спасибо вам за внимание всего доброго до свидания